Хашлама Баклажаны, морковь, зелень, помидоры, лук, болгарский перец, острый перец, картофель, чеснок, растительное масло, пиво, соль и черный перец. Ну что, приступаем. Овощи и мясо мы укладываем слоями. Первый слой лук. Пропорции здесь довольно условные, поэтому вот какие овощи больше нравятся, таких больше и кладем. Следом мы режем морковь. Можно крупнее, можно и мельче, большой разницы нет. Теперь сверху лук нужно немного подсолить, чтобы он быстрее дал сок. Теперь режем мясо. Мясо в общем любыми порционными кусочками, можно мелкими, можно крупными. И тоже укладываем сверху слоем. Немного солим. Перчим. И теперь режем и укладываем картошку. Следом режем зелень. Стоим зелень. Складываем картошку. Блин. Топ. Стоим. Стоим. Ставим. Теперь режем кубиками баклажаны и тоже сверху укладываем. Кто-то баклажаны не кладет, но я считаю, что с ними вкуснее. Далее крошим сюда перец горький, серединку здесь можно выбросить. И следом болгарский перец. Мельчить не обязательно, можно крупными, можно мелкими кусочками. Ну и завершаем это все помидорами и чесноком. Помидоры лучше укладывать последними. Так как если в блюде присутствует картофель, то если они где-то рядом лежат, картофель очень долго будет вариться. Так что помидоры я положил последними, пока они начнут стекать, картофель уже будет готов. Не переживайте, что кастрюля уже переполнена, она потом осядет и будет там на две трети. Ну и теперь бросаем сюда чеснок. Его просто нужно давить и бросать. Резать его не надо. Теперь мы наливаем сюда примерно пол кружки пива и примерно стакан растительного масла. Все, теперь мы это ставим на плиту, накрываем крышкой. На медленном огне тушим часа два-три. Ну что, хашлама варилась примерно час. Теперь ее можно взять и перемешать. Вот сколько сока пустили в овощи, совершенно без воды. Теперь варим еще примерно час. Ну все, хашлама готова. Теперь ее нужно попробовать на соль, перец, довести по вкусу и можно выключать. Тушилась она примерно два часа.